Экономическая ситуация в Турции у многих вызывает тревогу. После парламентских выборов, прошедших 7 июня, турецкая лира упала до рекордного минимума по отношению к доллару и евро. Отмечено сокращение иностранных инвестиций и стагнация на внутренних рынках. Уровень инфляции оказался выше прогнозируемого, достигнув в сентябре 8%. Покупательная способность падает, а экономика не демонстрирует заметного роста. Такое положение дел сложилось с преддосрочными парламентскими выборами, намеченными на 1 ноября. По мнению этого экономиста, текущая экономическая ситуация связана с политической нестабильностью и неспокойной обстановкой в регионе. В Турции вновь состоятся выборы по прошествии всего 5 месяцев. За это время произошло много важных событий. Как вы оцениваете экономическое положение страны в преддверии выборов? Мы находимся в ситуации экономической стагнации. Несмотря на очень слабый рост, наши экономические показатели снизились. Мы считаем такой рост недостаточным. Влияет ли экономическое положение Турции на окружающие ее страны? Скорее на Турции серьезно сказывается происходящее в регионе, особенно события у наших южных границ. Внимание всего мира приковано сейчас к Сирии, а Сирия наш сосед. Все, что там происходит в последнее время, влияет на турецкую политику. В результате перед Турцией стоит проблема беженцев, что сейчас обходится примерно 8 миллиардов долларов. Такую сумму мы потратили к настоящему времени. У нас в стране 2 миллиона беженцев. В связи с этим Турции приходится платить высокую цену. Вот почему я говорю, что на нас оказывают влияние происходящее в регионе события. Следует упомянуть также ситуацию в России. Стагнацию глобальной экономики, отсутствие экономического роста. Все это повлияло на ситуацию в Турции. Наблюдатели связывают также возникшие проблемы с политической нестабильностью. После июньских выборов правящая партия справедливости и развития лишилась абсолютного большинства в парламенте, которым располагалось 2002 года. Попытки сформировать коалиционное правительство завершились неудачей. В стране было сформировано временное правительство. По этой причине Турции серьезно требуется правительство. Неважно, коалиционное или нет, которое получит вотум доверия от парламента, сможет наметить план действий и принять серьезные экономические решения после тех выборов, которые состоятся 1 ноября. Не способствует укреплению экономики страны и вооруженное противостояние турецкой армии и бойцов Курдской рабочей партии, возобновившейся после двухлетнего перемирия. Таким образом, перед Турцией стоит целый ряд серьезных взаимосвязанных экономических и политических проблем, которые предстоит решать после выборов новому правительству. Продолжение следует... Продолжение следует...